Приветствую всех подписчиков, зрители канала. Компания New Balance основана в 1906 году Уильямом Райли. Наблюдая за курами, Райли заметил, что лапы у них имеют три точки опоры, благодаря которым птицы отлично балансируют. Так Райли решил создать вкладыши в обувь, супинаторы, которые делают обувь устойчивей и комфортней. В 30-х годах New Balance делают обувь для полицейских, пожарных, стюардесс и официантов. В 1938 году New Balance выпускают первые кроссовки для бейсбола, а параллельно Райли создают шиповки для бега. Дизайнером логотипа стал Терри Хеклер, который создал легендарное лого виде буквы N, а затем вводит номерную систему названия моделей. Так New Balance начали производить обувь для разных видов спорта и стали одним из крупнейших мировых брендов с собственным производством на территории США и Англии. Сегодня рассмотрим коллаборацию 2007 года New Balance М574 с дизайнером Адванджен Шоном Донкония. Рассветка модели отдает дань фильмам 70-х годов с улиц Гарлема к небоскребам Гонконга. Верх изготовлен из желтой кожи со вставками из шлифованной замши и изображением черных деталей в виде татуировок изображающих драконов и персонажей восточных единоборств. У одного из представленных персонажей афроприческа сделана из флока. Внутренняя подкладка модели изготовлена из неопрена. Верхняя часть языка изготовлена из капроновой сетки. Также на языке есть нашивка с названием и номером модели. Стелька перфорированная с рисунком. По бокам верха логотип New Balance серебряного цвета. В пяточной части находится надпись «Ты не сможешь остановить меня», а также фиксатор пятки из полиуретана. Промежуточная подошва N-CAP из пеноматериала EVO для прочности и поддержки. С надписью «Я ни для кого не ломаюсь». Подметка из резины с большими протекторами для оптимального сцепления с поверхностью. Носить рекомендую осень-весна, цена до 30 тысяч, в зависимости от состояния. Модель с уникальным дизайном для коллекционеров и любителей кино. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.